Фотограф в нашем городе больше, чем просто фотограф. Перефразируя слова известного поэта, так можно было бы сказать о Петре Дмитриевиче Бармине, талантливом инженере-конструкторе, поэте и прозаике, общественном деятеле, оставившем о себе память в виде многих сотен фотографий и негативов, на которых более чем полувековая история города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. Петр Дмитриевич Бармин приехал в наш город в 1957 году. Срок бытия Кирово-Чепецка в статусе города к тому времени едва-едва дотягивал до двух лет. И можно сказать, что все изменения, происходившие в облике города, прошли перед его глазами, точнее, перед объективом его фотоаппарата. В 90-х годах на рубеже двух эпох фотограф особенно остро почувствовал, как уходят в небытие приметы прошлого, еще недавно служившие памятником былой, суровой и героической истории Кирово-Чепецка. В 1995 году Петр Дмитриевич Бармин сфотографировал остатки моста через реку Чепцу у деревни Баёва. Этот деревянный железнодорожный мост был построен в 1942 году. Почти десятилетия он служил верой и правдой. Именно по нему в военное лихолетие шли составы с торфом для Кирово-Чепецкой ТЭЦ, со строительства которой началась история нашего города. В 90-х годах Петр Бармин успел запечатлеть, как разрушается поселок ТЭЦ, где еще сравнительно недавно ключом кипела жизнь, о которой напоминают лишь немногие руины зданий, разбираемых на дрова. Во время войны и сразу после нее такие дома в поселке ТЭЦ считались элитным жильем, предназначенным для инженерно-технического состава и квалифицированных специалистов. И получить в них хоть какую-нибудь жилплощадь обитателей бараков и землянок почитали за неслыханную удачу. И вот прошли десятилетия, и приметы былой сказочной роскоши превращаются в руины. Вместе с поселком ТЭЦ в небытие уходили и деревни, вошедшие в свое время в городскую черту Кирово-Чепецка. В 90-х годах Петру Дмитриевичу удалось застать последние приметы столь дорогой его сердцу крестьянской среды. Последний дом в деревне Заринцы, последний дом в деревне Гарь. Еще раньше, в 1961 году, он сделал ставший поистине хрестоматийным снимок последнего дома в деревне Голодный Починок. Городской пейзаж в 90-е годы продолжал претерпевать стремительные изменения. Тем больше внимания фотограф уделял старым зданиям, отнюдь не являющихся визитной карточкой нашего города. Но по внешнему облику очень типичных для своего времени и немало послуживших людям в качестве больниц или детских ясель. Однако в бывшем поселке Коринтов деревянное здание железнодорожного вокзала, наряду не сохранившимся зданиям местного клуба, пожалуй, смогли бы, благодаря узнаваемому облику, взять на себя роль визитной карточки одного из микрорайонов Кирово-Чепецка. Если бы. Но не судьба. Некоторые из зданий, характерных для своего времени, как, например, этот дом в поселке Тец, интересовали Петра Бармина не в силу каких-то его архитектурных достоинств. Дело в том, что в этом доме когда-то жил Владимир Никандрович Эльский. В 90-х годах, когда общество стремительно расслаивалось на бедных и богатых, Петр Бармин в силу своих убеждений не мог не отметить сравнительную аскетичность быта прежней элиты и скандальную роскошь новых хозяев жизни. Петр Бармин был человеком крайне неравнодушным к своему городу. Он действительно ощущал в архитектуре застывшую музыку. И самой удачной, самой прекрасной архитектурной симфонией в нашем городе он почитал здание Дворца культуры Дружба. Дворец культуры Дружба и тогда, и ныне многие считают визитной карточкой Кирово-Чепецка. И по сей день полагают его самым красивым зданием в городе. Кинотеатр «Восток» в 90-е годы уже испытывал начало мучительной агонии, в которую тогда никто не хотел верить. Объектив фотоаппарата увековечил эту веру, эту иллюзию в его лучшее будущее, одухотворив, окрасив эмоционально снимок, в котором Петру Дмитриевичу удалось передать почти детское ощущение праздника. Несмотря на то, что Петр Бармин испытывал явное предпочтение к архитектуре старого города 50-х годов, он не был ретроградом и мог по достоинству оценить ясные, строгие, кубические формы и линии Дворца культуры Янтарь. Их созвучие тому космическому будущему, в которое тогда, в 1985 году, еще верили многие, хотя в дверь уже стучали совсем другие времена. 90-е годы очень сильно преобразили облик Кирово-Чепецка. Как проказа, как лишай по стенам городских зданий расползлись кричащие олиповатые вывески и рекламные стенды, многообразные примеры кичливой облицовки, совершенно не сочетающейся с архитектурным обликом зданий старого города. С тем большим вниманием и скрупулезностью собирал повсюду Петр Бармин еще сохраняющиеся архитектурные мелодии большого стиля в приметах его малых форм, в металлических оградах, в лепнине балконных кронштейнов, в декоре, украшающем фасады, окна, дверные проемы зданий, еще не утративших перед варварским натиском нового времени изначальную чистоту форм. Внимательно вглядывался Петр Дмитриевич в приметы новых 90-х годов, искал в них хоть какой-то позитив. В те годы началось у нас в городе бурное коттеджное строительство. И, конечно же, фотограф не мог пройти мимо этого, то ли рывка к будущему облику города, то ли примеру очередной аферы. Репортерская закваска сказывалась как реакция на актуальность темы. Тогда об этом говорил весь город. В 90-х годах на излете своей строительной деятельности Кировочепецкое управление строительства оставило на память о себе несколько жилых комплексов. Что-то удалось успеть достроить, а кое-что и сегодня производит ощущение незавершенности. Петр Дмитриевич был очень большим оптимистом, и когда было необходимо, объектив его фотоаппарата превращался в фильтр, отсеивающий противоречащие мечте приметы реальности. Он страстно хотел верить, что бурное строительство города продолжится, и его новые кварталы будут выглядеть именно так, солнечно, просторно, радостно, ясно. Впрочем, как правило, он был далек от явного приукрашивания действительности. Петр Дмитриевич был признанным мастером репортажной съемки. Его глаз был остр, а реплики – грозящие. Очень часто от него доставалось убогому нашему коммунальному хозяйству и дорожным службам. Вот одна из его героинь – вечная лужа на улице Луначарского. В течение десятилетий украшавшая наш город, подобно небезызвестной гоголевской луже в центре мир города. Даже девяностые не принесли особых перемен. Глаз репортера остро схватывал все новое и необычное, происходившее в жизни города. Вот появились первые автобусы без кондукторов. Это вызвало поначалу немалый ажиотаж. Безконтроля бросить деньги в кассу, бесконтрольно самому оторвать билет. Коммунизм стал чуточку ближе. Над кассами писали лозунги. Совесть пассажира – лучший контролер. Петр Дмитриевич верил в совесть людей. В 90-е годы многие эту веру потеряли. Магазин спорттовары на улице Луначарского также помнят многие. Особенно, как диковинку отмечают наличие в нем бассейна и живых уток, благодарную память о которых сохранил для нас и последующих поколений фотообъектив мастера. Впоследствии эта идиллия закончилась. Магазин сменил профиль. Еще раньше из него исчезли утки. Наверное, улетели. Из 90-х годов Александр Розенбаум им помахал рукой. Петр Дмитриевич принадлежал к поколению детей войны. Для него тема войны была актуальна всегда. Он верил, что лишения и жертвы, выпавшие на долю нашего народа, обеспечили следующим поколениям вечный мир. День Победы он всегда встречал на мемориале. Вглядывался в лица ветеранов, строй которых из года в год становился все реже и реже. Радовался участию детей и подростков в памятных мероприятиях. Считал это необходимым для преемственности традиции. Особое внимание призывника. Они приходили колоннами на мемориал, чтобы поклониться памяти своих дедов, павших в боях за Отечество. Но многих из них ждала своя война на чужбине в Афганистане. Есть ли в их лицах предчувствие беды? Какие слова, способные дойти до сердца, найдет этот оратор? Чем оправдает то, что им суждено пройти? Офицер уводит колонну призывников. Впереди многих из этих парней ждет Афганистан. Потом будет Карабах. Еще позднее Таджикистан, Приднестровье, Абхазия, Чечня, Южная Осетия. Везде и всюду в качестве пожарной команды, авангарда, в огонь пойдут десантники. Этот род войск, как никакой другой, сплочен ощущением боевого братства. Десантник десантнику брат. Неважно, откуда он родом. Это братство действительно скреплено кровью. Кровью сослуживцев, друзей, павших в горячих точках. Вот в поселке Каринторф братья-десантники устанавливают мемориальную плиту на фасаде дома, из которого ушел на афганскую войну десантник Александр Краев, павший в далекой стране смертью героя. Все, что увековечил фотограф, выглядит несколько сумбурно, но это подлинный энтузиазм и искреннее чувство. Все это бесконечно далеко от запланированного, от репетированного и залакированного официоза казенных мероприятий. К сожалению, десантникам и воинам других родов войск придется еще не раз вспоминать имена своих павших однополчан-земляков, не вернувшихся с поля брани, подобно их славным предкам-солдатам Великой Отечественной. Было бы истинным счастьем, если бы на мраморных плитах с фамилиями погибших в военных конфликтах, установленных на постаменте, где навечно замерла БМП, больше не появилось ни одной новой строчки. Помимо военных конфликтов, унесших немало молодых жизней наших горожан, жителям Кирово-Чепецка пришлось столкнуться с еще одной бедой, величайшей техногенной катастрофой 20 века, аварией на Чернобыльской АЭС. Очень многие наши горожане-ликвидаторы аварии заплатили своим здоровьем, а в конечном итоге и самой жизнью за то, чтобы закрыть смертоносный зев взорвавшемуся реактору. В память о погибших их соратники посадили деревья на аллее чернобыльцев и установили памятный камень. Петр Дмитриевич Бармин всегда очень живо интересовался текущей политикой. Себя он считал коммунистом по убеждению, но не по партийной принадлежности. Он говорил, «Я коммунист до мозга костей и никогда не признаю справедливым обществом, где все продается и все покупается». Причину всех бед страны на закате эпохи СССР он видел в некомпетентности и эгоизме правящей партийной элиты. Реальная борьба за социальную справедливость все больше вырождалась в официозные ритуалы и церемонии. В народе уже никто не воспринимал ноябрьские и первомайские демонстрации как политические акции. Это были просто праздники, особенно если наблюдать за происходящим с высоты папиного плеча. Перестройка породила небывалое оживление политической активности масс. Поначалу и в нашем городе очень многие верили в радужные перспективы, рисуемые словоохотливым генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Разочарование пришло позже. Стремительное развитие политической жизни в 90-х годах выдвинуло на аванс сцену нового кумира масс Ельцина. В Кировочепецке, как и во всей стране, состоялись акции в поддержку нового лидера, организатором которых выступало движение «Демократическая Россия». Однако результаты деятельности либеральных реформаторов оказались таковы, что и в этот раз люди почувствовали себя обманутыми и ограбленными, что и проявилось в многочисленных акциях протеста. Такое ощущение, что все там в верхах передрались, перессорились из-за жирных кусков собственности и им не до народа, не до хозяйства страны. Такое чувство, что все они сами понимают, что натворили что-то не то и теперь собираются запастись средствами и сбежать из разоренной ими России, написал в то время Петр Дмитриевич в своем дневнике. Наиболее активно с протестными требованиями выступали коммунисты. Они по-прежнему представляли собой сплоченную, организованную силу. Петр Дмитриевич выписывает в свой дневник цитату из юридической газеты, полностью с ней соглашаясь. История КПСС бесславно завершилась, но не завершилась история коммунистов, граждан своего отечества. Острейшие дискуссии и вполне понятное беспокойство горожан вызвали планы приватизации Кировочепецкого химкомбината. Для Кировочепецка, градообразующим предприятием которого являлся химкомбинат, вопрос о его дальнейшей судьбе был отнюдь непраздным. Он вызвал множество споров, острые столкновения, мнений. Вряд ли спорящие догадывались, что все уже было предрешено. Различные конференции, встречи и круглые столы, как полагал Петр Дмитриевич, это всего лишь ширма, условность, призванная продемонстрировать участие общественности в решении самых актуальных вопросов. Однако, в перспективе, по его мнению, именно так должны были бы приниматься самые важные для жизни общества решения. Экономика на рубеже 90-х годов представляла собой совсем жалкое зрелище. В городе бросалось в глаза обилие замороженных объектов стройки. Не было финансирования. Обмен денег превратился в отъем денег у населения. Слова реформа, демократия и приватизация стали бранными. Повсюду были очереди, очереди, очереди. В своем дневнике Петр Дмитриевич Бармин записывает, «Справедливого рынка быть не может. Рыночная экономика – блеф. Выдумка капитализма, скрытая форма воровства и грабежа». В условиях чудовищной инфляции единственной твердой валютой была водка. На водке спекулянты сколачивали капиталы. Страна спивалась. В лексиконе появилось новое слово – «паленка». В 90-х годах резко изменился облик страны, в том числе и Кировочепецка. Повсюду правило бал барахолка, выплеснувшаяся из подворотен на центральные улицы. Как грибы после дождя повсюду стали появляться ларьки и прочие разнообразные шопы. Вместе с этими уродливыми проявлениями рыночной экономики мало-помалу росло и ширилось кооперативное движение. Кооператоры занимались звукозаписью, переплетали книги, строили гаражи, ремонтировали обувь, выращивали шампиньоны. Большинство из них просуществовало недолго, но наиболее предприимчивым и удачливым кооператорам удалось выстоять в острой конкурентной борьбе. Большую известность в городе приобрела фирма «Абрис», производившая плетеную мебель. Для привлечения дополнительных средств она первая начала проводить лотереи среди своих вкладчиков. Другим предприятиям, например, МЦ-5, удалось не только выстоять в лихие 90-е годы, но и успешно утвердиться в избранном направлении. Благодаря достижениям местных мебельщиков Кирово-Чепецк многие в то время стали называть городом мебельщиков. Перестройка, так рьяно начатая, ставшая своего рода брендом нашей страны, очень скоро стала заболтанной, а ее результаты в отношении благосостояния масс очень сомнительными. Петр Дмитриевич был горячим поборником социальной справедливости. Он понимал необходимость перемен, но принять их именно в таком виде, конечно, не мог. Наметанный глаз репортера остро схватывал характерные для 90-х годов сцены городской жизни, общую атмосферу какой-то неустроенности, готовности сорваться с насиженных мест в поисках лучшей доли. В 90-е резко изменилось очень многое, в том числе нравы, внешний облик, выражение лиц горожан. Петр Дмитриевич Бармин жалел своих современников, называя их обманутым поколением. Он считал, что только сыновья обманутого поколения осознают беду и ошибки отцов в общественной политике, а исправить или изменить их могут и в состоянии лишь внуки этого обманутого поколения. Петр Дмитриевич много фотографировал молодежь. Она наиболее ярко отражала перемены в обществе. За спинами добрых молодцев, обосновавшихся у кинотеатра Кировосток рекламный стенд, возвещающий о прибытии заокеанского богослова и проповедника. В 90-е годы разного рода проповедники роем хлынули в нашу страну. Не обошли они своим вниманием и Кирово-Чепецк. Очевидно, у нас самих с нравственными ценностями было тогда совсем плохо. Как известно, моральное здоровье общества оценивается по его отношению к самым обездоленным и беспомощным, например, к одиноким старикам. Вот проржавевшая реклама Сбербанка. Надежно, выгодно, удобно. В 90-е годы это звучало как издевка. Трудовые накопления тысяч таких старушек милостью реформаторов превратились в ничто. Ни надежды, ни выгоды. полная безнадежность и безысходность. Еще более выразительно подчеркнул эту мысль Петр Бармин с ценой на кладбище, увековечив убогие могилки и надгробия питомцев дома престарелых. Очевидно, что на большие за свою многодрудную жизнь эти старики так и не заработали. В Радуницу, когда принято посещать могилы родных, к этим могилам ни в этот раз, ни в любой другой, так никто и не придет. Их печальный удел полное забвение. Правда, и в те лихие годы были люди, озабоченные сохранением исторического и культурного наследия. Проводились в Кирово-Чепецке конференции Всесоюзного Общества охраны памятников истории и культуры. После ремонта открылся в нашем городе музей, большим другом которого был Петр Дмитриевич. В выставочном зале музея неоднократно устраивались персональные фотовыставки Петра Дмитриевича. Музей проводил научные конференции и семинары, объединявшие краеведов, популяризировал краеведческие знания, обращение людей к своим корням. Как долг искренней признательности в нашем городе появилась мемориальная доска, увековечившая память выдающегося историка и краеведа, нашего земляка, доктора исторических наук Павла Николаевича Лупова. Проведение массовых мероприятий, в том числе и с участием признанных мастеров искусств, имело в нашем городе давние традиции. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, горожане живо откликались на проводившиеся в городе культурные акции, будь то выступления коллективов народного танца или исполнения музыкальных произведений. Чем более мрачной казалась действительность, тем больше души людей жаждали веселья и праздника. Чтобы увидеть хоть какие-то позитивные проблески в окружающей его неоднозначной действительности, Петр Бармин все чаще обращался к своей излюбленной теме, которую можно было бы назвать так Кирово-Чепецк город счастливого детства. Какие бы времена не свирепствовали на дворе, детство оставалось детством. Временем светлым, радостным, беззаботным и праздничным. Многие фотоработы Петра Бармина передают эту атмосферу. Очень любил Петр Дмитриевич фотографировать детские площадки, особенно оформленные в стиле сказочных городков, что, как он считал, наиболее полно соответствовало именно детскому мироощущению. В Кирово-Чепецке даже в эти непростые годы немало делалось для детей. Не получая зарплату месяцами, педагоги продолжали заниматься с детьми. В памяти маленьких горожан, как самые яркие события тех непростых лет, наверное, запомнятся отнюдь не ГКЧП или развал Советского Союза, а, конечно же, новогодние праздники, маскарад, подарки, катание с горки, катание на лошадях. Петр Дмитриевич как никто другой умел передать атмосферу детского творчества. Ибо, как известно, каждый ребенок гениальный творец. Надо лишь помочь ему раскрыться. Цветы жизни украшают наш город. Цветы жизни сажают цветы. Наверное, варианты таких названий для своих репортажных фоторабот примерял Петр Дмитриевич, подсмотрев эти сюжеты из жизни Кирова-Чепецка. Однако еще более многозначными являются те фотоработы признанного мастера, в которых заключен явный политический контекст, своего рода символ, подводящий итоговую черту по целой исторической эпохе. Пример тому дети, сидящие и играющие на серпасто молоткастом государственном символе, канувшем в вечность. Или еще более выразительный кадр, беззаботные мальчишки, оседлавшие пустой постамент, на котором некогда возвышалась статуя всесильного диктатора. Государство и диктаторы не вечны, все проходит. Вечной остается только сама жизнь, в самых простых, естественных ее проявлениях. Наверное, именно это хотел донести до нас Петр Бармин, почти полвека с фотоаппаратом в руках, пристрастно фиксировавший и старавшийся осмыслить непростую историю нашего города, в том числе и в переломные девяностые годы, чтобы мы вместе с ним попытались найти ответ на вопрос «Кто мы? Откуда? и куда идем?» И куда переломные потери «Рюкка» и куда придется вернуть и куда во upper и куда берем Продолжение следует...